Здравствуйте! Вы смотрите новости. О событиях в Одинцовском районе вам сегодня расскажут Александра Энгель и я, Глеб Кулагин. Смотрите выпуски. Дорогой добрых дел. Особенный праздник в Одинцово. Беззаботное лето. В районе открылись детские лагеря. Ярко и необычно. Парад колясок на центральной площади города. 1 июня в России отмечается Международный день защиты детей. По всей стране проводятся развлекательные акции, конкурсы, концерты и выставки. Лозунг этого дня – каждый ребенок имеет право на счастливое и полноценное детство, даже если этот ребенок особенный. Именно для таких детей в Одинцово накануне праздника открыла свои двери одно из предприятий общественного питания. Анна Макарова продолжит. Эти мамы и папы знают друг друга давно. Их связывает общая и благородная цель – вырастить особенного ребенка. День каждого из них расписан по часам. Логопед, дефектолог, массаж, бассейн – бесконечные занятия. Поэтому они рады любой возможности собраться вместе и отдохнуть. Тем более, когда встречают такую поддержку и понимание. Сегодня у нас мероприятие посвящено Дню защиты детей. Мы пригласили руководителя нашей общественной организации, которая называется «Мир детям», в которую входят мамочки вместе с детками. Это детки очень тяжелые, и с сервизальным параличом, и со всевозможными отклонениями. Но они социально активны, они красивые, они интересные. Это замечательная категория детей, людей, с которыми мы давно уже работаем. Хозяин заведения заботливо рассаживает гостей. Он тоже воспитывает особенного ребенка. Поэтому сам выступил с инициативой провести праздник в его кафе. А какое торжество без подарков. Организаторы позаботились и о них. У местных сторонников партии «Единая Россия» в Одинцовском районе есть хорошая программа, хорошее направление, хороший путь, по которому они идут – это дорога добрых дел. И вот на этой дороге мы встречаем много прекрасных, замечательных людей. Звучит много теплых слов. Родители благодарят за внимание к их детям. Общественники делятся планами на будущее и рассказывают, с чего все начиналось. Эта история началась где-то месяц назад. У меня в голове родилась идея объединить сегмент предпринимательской деятельности, который у нас сильно достаточно развит на территории Одинцовского муниципального района, с общественной деятельностью. Улыбки, смех и радость – дети в восторге от шоу мыльных пузырей. С каким удовольствием они пытаются ловить и лопать радужные шарики. А родители, глядя на них, кажется, на время забыли о своих проблемах и трудностях. Мероприятия, когда организовываются для наших детей, это всегда очень хорошо, потому что у нас всегда есть повод встретиться, детям есть повод всегда пообщаться, увидеть друг друга, пообниматься, поцеловаться. Они очень это все любят. А когда организовывают просто такие мероприятия, это низкий поклон организаторам. И большое спасибо от наших деток за красоту, за доброту тех людей, которые могут это нам сделать. Праздник в Одинцово прошел в рамках акции «Дорога и добрых дел». Сегодня здесь все уверены, что эта дорога будет длинной, полной интересных встреч и открытий. Потому что добро всегда живет в наших сердцах. Анна Макарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. По поручению губернатора, муниципалитеты Подмосковья должны ремонтировать не менее 500 квадратных метров дорожного покрытия в неделю. В Одинцовском районе этот показатель перекрывается почти вдвое. Работы по ямочному ремонту дорог местного значения идут круглосуточно. Основные работы развернулись на территории города Одинцова. Здесь были приведены в порядок улицы Чистяковый, Южная, Транспортная, Железнодорожная и Говорова. В первый день лета в районе открылись лагеря с дневным пребыванием детей. Педагоги специально для ребят разработали увлекательные программы. Торжественный старт летнего отдыха прошел в Центре эстетического воспитания. Мария Шматкова наблюдала за тем, как дети встречали лето. Ежегодно во многих образовательных учреждениях открываются детские площадки, трудовые лагеря, где ребята не только отдыхают, но также получают знания и навыки. 1 июня стартовала летняя кампания. Первая группа Одинцовских ребят уже отправилась в оздоровительные лагеря. Остальные ждут своей смены. В районе в этом году будут открыты на базе общеобразовательных и образовательных учреждений 41 оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. И особая гордость Одинцовского района, что среди них будет три лагеря для ребят с ограниченными возможностями здоровья. И в таких лагерях отдохнет более 60 наших школьников. Также в летний период у нас будут работать бригады. Это трудовые отряды с оплатой труда несовершеннолетних. В этом году у нас 44 таких отряда. И в них будут трудиться 638 наших школьников. Я думаю, что свои образовательные учреждения не с любовью подготовят к новому учебному году. Но и также они за это получат материальное поощрение, свою первую заработную плату. Более 200 различных детских объединений будет работать на базе общеобразовательных и образовательных учреждений. Это и летние однодневные и многодневные походы, экологические отряды, учебно-тренировочные сборы спортивных школ и спортивных секций. Это всевозможные другие направления в рамках летней занятости. В Центре эстетического творчества ежегодно открывается лагерь «Солнечный» для творческих детей. Разные мастерские, творческие образования, экскурсии – всем этим наполнено время, которое проводят дети здесь. Пробыв в нашем лагере какое-то определенное количество времени, дети обязательно научатся рукоделию, научатся каким-то творческим. То есть у нас игры, затеи. Не случайно открытие детских оздоровительных лагерей проводится 1 июня, в День защиты детей. Взрослые стараются окружить мальчишек и девчонок своей заботой и вниманием, организовать настоящий праздник. Я просто всегда восхищаюсь и удивляюсь талантами наших воспитателей, руководителей, педагогов, те, которые совершенствуются, наверное, вместе с детьми каждый день. Потому что такое изобретают, наверное, нам пора уже делать ярмарку из поделок. Или идти, как обычно, по нашим лечебным организациям и дарить вот эти детские подарки, кусочек радости, счастья, лета. Я хочу всех поздравить, как детей, так и их родителей с наступившим летом. Отдых будет 3 месяца. И поэтому самое главное, хочу предупредить, чтобы соблюдали правила дорожного движения, особенно, когда катаются на двухколесном транспорте, обязательно использовать защиту. Лето – самое любимое время года для ребят. Это время отдыха, развлечений и время новых встреч. Детский лагерь дает возможность мальчишкам и девчонкам найти новых друзей, раскрыть свои таланты и способности. Здесь очень хорошо. Много разных интересных эскурсий, разные эстафеты, игры. Мы разбиваемся на отряды и занимаемся интересным своих кабинетов с нашими преподавателями. Я хочу поздравить вас с таким великим днем – Днем защиты детей. Пусть каждый день летних каникул будет наполнен радостными событиями и новыми открытиями. А взрослые постараются, чтобы это лето стало незабываемым для каждого ребенка. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». С 4 по 11 июня в парке «Патриот» в Кубинке пройдет первый в истории чемпионат мира по практической стрельбе из карабина. Участие в нем примут 850 спортсменов из 39 стран мира. Соревнования будут проводиться во всех четырех классах, которые предусмотрены для этого вида оружия. Особое внимание в ходе подготовки к турниру уделялось вопросам безопасности. Международная конфедерация практической стрельбы была основана в 1976 году и объединяет около 100 стран. 1 июня в день защиты детей на центральной площади города клуб «Супермамочек» в третий раз провел парад колясок и открыл вторую в «Одинцово» комнату матери и ребенка. Водителям самых красивых колясок вручили подарки. Кто получил главный приз, расскажет Мила Тарасевич. Около 30 семей приняли участие в ежегодном параде колясок в «Одинцово». В самом начале креативного дефиле накрапывал дождик, но вскоре погода улучшилась и выглянуло солнышко. А ведь 1 июня действительно особенный праздник – Всемирный день защиты детей. Очень шикарное мероприятие. Какое-то оно естественное, интересное, сделано фактически силами непосредственно общественных организаций, тех самых мамочек. Они сделали так, как они хотели. Смотрите, какое активное участие они принимают. 30 участников. Огромное количество мест поделок, продажи поделок, какие-то выставки. Просто шикарно. Все в этот день было сделано для детей и с любовью. Главные виновники мероприятия – это семьи, дружные и сплоченные команды. Семья с Тафией уже не новички. В прошлом году они выступали на самокатах, но на этот раз решили подготовиться по-другому. «Куклу оформляли в течение недели к зимним праздникам, чтобы такая масштабная работа не пропадала, потому что все цветы на юбке выполнены руками Алисы. А Егор помогал клеить зеркальные пайетки, чтобы все светилось, как в космическом пространстве. А колецку оформили в течение двух дней, одну и вторую». Помимо креативных участников, которые пришли на площадь, чтобы продемонстрировать свои творческие способности, на праздники было и много гостей. Их ждали различные интерактивные зоны от партнеров движения «Супер мамочки». Мастер-классы о детских центрах, бьюти-зона для мам и малышей, фитнес, ярмарка мастериц «Мама-маркет». Но и это далеко не все сюрпризы. Одними из партнеров выступила организация «Здоровье семьи, здоровье страны». Всем желающим была совершенно бесплатно предложена программа «Здорового образа жизни». «Бесплатно проводить антропометрические измерения, роста, веса, процентов внутреннего жира, силы мышц, значит, также объемы легких, угарного газа. И в заключение будем принять биологический возраст. Особый акцент мы будем делать на профилактику табакокурения. Но мы будем говорить не только, что курить – это плохо, а будем говорить, а что же хорошо, а хорошо вести здоровый образ жизни». Примечательно, что именно в этот день здесь, на центральной площади, на территории старого кафе, была открыта вторая в Одинцово комната матери и ребенка. Эта комната практически ничем не отличается. Она также наполнена пеленальным столиком, стульчиком для кормления, стульчиками для того, чтобы мамы могли покормить своих деток грудью. Единственное, что здесь добавлено, это наши мамы-художницы украсили стены своими рисунками и поставили небольшой мастеллаж с книжками для мамы, для детей, для того, чтобы можно было посидеть, почитать или взять домой даже почитать. После торжественного парада началась самая ответственная миссия у членов жюри – выбор очень непрост. «Все наши родители, которые сегодня пришли, они огромные молодцы. На самом деле очень трудно выбирать победителей. Основные критерии, которые мы определили для себя, это чтобы была семейность, сделано все своими руками». По итогам конкурса третье место досталось кораблю под названием «Победа». Почетное второе место завоевала команда «Сказки Чуховского». И победителями парада «Колясок» по праву стала семья Фирсовых – «Красная шапочка» и «Серый волк». Им достался главный приз – семейная поездка на выходные в подмосковный дом отдыха. Поощрительные призы получили абсолютно все участники парада. «В этом году у нас много поощрительных призов, которые предоставили партнеры нашей организации, клуба «Супермамочек». Поэтому практически все участники оказались с призами». По мнению организаторов, праздник удался. Ну а счастливые лица всех его участников – яркое тому подтверждение. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Вы смотрите новости на канале ОТВ. Мы продолжаем наш выпуск. По данным Росстата, за 4 месяца 2017 года показатель смертности от онкологических заболеваний в Подмосковье снизился почти на треть, сообщила пресс-служба 1-го зампреда регионального правительства Ольги Забраловой. По этим показателям Московская область стала лучшей в Центральном федеральном округе и поднялась в общероссийском рейтинге на 17-е место. Для снижения риска онкозаболеваний врачи рекомендуют регулярно проверять здоровье. В 2017 году только в ходе диспансеризации у 750 жителей Подмосковья была диагностирована онкология. При этом наиболее часто в ходе медовследования выявлялись злокачественные опухоли молочной железы. В большинстве случаев их удалось обнаружить на ранних стадиях развития поддающихся эффективному лечению. В настоящее время в Подольске и Балашихе завершается возведение двух онкорадиологических центров, которые позволят еще результативнее бороться с заболеванием. В 2017 году в Московской области на строительство объектов газификации выделят более 2 миллиардов рублей, сообщил порталу mosreg.ru министр энергетики Подмосковья Леонид Неганов. Финансирование пойдет как на газификацию населенных пунктов, так и на создание благоприятных условий для реализации региональных инвестпроектов. Леонид Неганов добавил, что с начала года в районе уже газифицировали 6 сельских населенных пунктов. Газ начали получать около 3000 жителей. Всего в текущем году запланировано строительство газопроводов протяженностью почти 474 километра. Газ появится в 82 населенных пунктах 27 муниципальных образований. Также в этом году создадут все необходимые условия для газификации 7 серьезных инвестиционных проектов. 31 мая в Доме правительства региона в рамках государственной программы Московской области «Жилище» прошло очередное торжественное мероприятие по вручению свидетельств на улучшение жилищных условий участникам программы «Социальная ипотека», сообщает пресс-служба Минстроя Подмосковья. Свидетельства получили 37 врачей и 4 учителя. Общая сумма предоставленных специалистам субсидий превысила 86 миллионов рублей. Эти денежные средства пойдут на оплату 50% от стоимости приобретаемого специалистами жилья. Оставшуюся половину государство также берет на себя и будет гасить ее ежемесячно в течение 10 лет. Участникам же программы остается только своевременно выплачивать проценты по кредиту. Обладателями свидетельств стали учителя математики и английского языка. Среди врачей, получивших жилищную субсидию, фельдшеры скорой помощи, анестезиологи, участковые педиатры и терапевты, врачи функциональной диагностики, травматологи-ортопеды, психиатры. Эти специалисты пополнили кадровый состав муниципальных медучреждений, в том числе и в Одинцовском районе. В этом году 75% путевок получили дети из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 25%. Это одаренные дети нашего района, которые являются победителями смотров и конкурсов, соревнований различных уровней, отличниками учебы. Каждая смена длится 21 день. Помимо традиционного отдыха, школьников ждет насыщенная образовательная программа. Для них будут работать кружки, интерактивные площадки и экскурсии. Одинцовский родильный дом считается одним из лучших в Подмосковье. Здесь регулярно проводят дни открытых дверей. Будущие мамы могут лично пообщаться с ведущими специалистами. Подробности в нашем следующем материале. Дни открытых дверей в Одинцовском роддоме проходят еженедельно по понедельникам в 11 часов утра. Будущие мамочки могут увидеть, насколько оснащено отделение родовспоможения, пообщаться с ведущими специалистами больницы. Нужно ознакомиться заранее, как здесь происходит весь процесс родов в послеродовом переводе. Я думаю, это гораздо настраивает на спокойные роды, уменьшает страхи. Тем более, работа с психологом помогает, чтобы роды закончились у нас благополучно. Поэтому дни открытых дверей это очень обязательно для будущих мам. Такие встречи цены для каждой мамочки в ожидании малыша у родителей часто возникают разные страхи. Только врачам под силу развеять мифы и дать полную информацию о том, как будут проходить роды и что необходимо взять с собой в роддом. Впечатления у меня только положительные. На самом деле мне нравится ремонт. И вот квалификация врачей, насколько я поняла, прекрасная. Поэтому пока что только положительные впечатления. Возможно, я выберу этот роддом, потому что я и проживаю в Одинцово. И муж мой здесь родился. В принципе, да, пока что плюсы все сложены в одном. Это очень хорошо, что делаю такие экскурсии. Потому что, мне кажется, у каждой женщины есть какие-то страхи перед родами. Но так все подробно нам рассказали. Интересно. Поэтому я думаю, что я выберу этот роддом. В последнее время все большую популярность приобретают вертикальные роды. Они протекают более естественно и комфортно как для мамы, так и для малыша. Все прошло очень замечательно. Мне очень понравилось. У меня были вертикальные роды. Это первый раз. Эти роды проходили у меня, так как двое. Да, эти были по классическому методу. Значит, вертикальные роды мне понравились больше всего, потому что они происходили максимально естественно. И практически не больно. И мой ребенок появился очень быстро на свет. Беременность – самый прекрасный период в жизни женщины. Для каждого он протекает по-особенному. И важно, чтобы в этот момент были рядом родные люди и врач, который будет готовить будущую мамочку к родам и по истечению срока в ее теплых руках окажется долгожданный малыш. А вот в каком роддоме это произойдет – решать мама. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Сразу после выпуска новостей смотрите пресс-конференцию подполковника полиции Юлии Анисимовой о профилактике детских правонарушений. Далее в эфире познавательная передача Алексея Лагутина для детей и их родителей «Окружающий мир». А прямо сейчас прогноз погоды. По прогнозам синоптиков, в пятницу 2 июня в Одинцовском районе сохранится переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха днем плюс 9 градусов, ночью до плюс 3. Ветер западный с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 79%. Геомагнитная обстановка спокойная. На этом наш выпуск завершен. Но программа передач ОТВ продолжается. Оставайтесь на нашем канале.